Меня зовут Вера, я из Волгограда. Не первый раз на семинаре уже. Пыталась посчитать, сейчас не вспомню, сколько раз я уже на семинаре. Вспомнила, что я с 2016 года в разуме человечестве. И попала я как раз на первое мероприятие, еще не была на проекте «Реконструкция», как раз на семинар. То есть я сразу со всеми и лично познакомилась. Был такой интересный опыт. Поэтому если кто-то хочет на семинар и боится, и думает, что я кого-то там не знаю, или что-то меня смущает, ничего здесь страшного нет. Я вот такой человек, который сразу на семинар, сразу, скажем так, на самые активные мероприятия. Это очень интересно, насыщенно. Такие интересные знакомства с людьми. Причем в бытовухе, скажем так. Это самое, наверное, сложное – прожить бытовуху и остаться друзьями. Или обрести друзей, особенно с незнакомыми людьми. Потому что все организовать в режиме сжатого времени, что-то успеть сделать, приготовить, убрать, погулять, обучиться, что-то пообщаться, отдохнуть по режиму, по графику. То есть это прям получаешь такой навык, скажем так, насыщенной и продуктивной жизни. Наверное, так. Причем ты насыщаешь свою жизнь полезными событиями и полезными не только для себя, но и для окружающих людей. Много интересных… А, спорт еще забыла? Спорт – это жизнь, движение – это жизнь. Йога, кунг-фу, цыг-гун. В общем, кто что знает, все друг с другом делятся. Это все интересно, насыщенно, плодотворно, радостно. В общем, присоединяйтесь. Вот. Я… Мы… У нас, наверное, перерыв был года два или три года. У нас не было семинаров. И уже заскучали. Мы как бы каждый день общаемся, конечно, в чатах. Но чаты – это не личное общение. Поэтому, когда в этом году организовали семинар, все так сразу чемоданы и бегом на вокзал. Съехались кто мог. Правда, не все в силу объективных причин смогли доехать из желающих попасть на семинар. Но те, кто доехал, очень рада была всех видеть. Прям вот когда особенно собрались в доме, я всех в живую вижу. Думаю, боже, неужели можно куда-то идти, потрогать, обняться. В общем, супер. Я очень рада, что я наконец-то доехала, что я в этом прекрасном месте, в лесу. Дышу свежим воздухом. Питер обожаю. Вообще все, настроение отличное. Вот. Скажи, после семинара что-то меняется в твоей жизни, когда ты приезжаешь обратно? Да каждый раз меняется. Все. Каждый раз все меняется. Ну, потому что за эти дни, когда ты на семинаре, самое главное, что происходит, это то, что ты в себе что-то откапываешь, то, что ты до этого не видел. И если есть силы и уже уровень осознать то, что можно исправить, то приезжаешь ты, конечно, уже другим человеком. Ты по-другому смотришь на то, что у тебя происходит в жизни, на то, как она у тебя организована, что ты делаешь, как ты живешь. Ну, это касается и глобальных вещей, и каких-то мелочей. То есть в любом случае уже все по-другому. То есть ты вроде делаешь то же самое, но по-другому. А в быту что-то меняется? То есть, например, или у тебя все то же самое? Ну, не знаю, может, как-то меняется распорядок, или ты добавляешь йогу, или еще что-то? Ну, глобально в быту этого может касаться либо питания, добавляя что-то новенькое, что я здесь попробовала, что до этого не делала. Ну, может, какие-то блюда или очередной раз. Ну, может быть, скорее всего, из блюд что-то, какие-то новые фишечки. И спорт, ну, больше, наверное, дисциплины становится. То есть после семинара, когда насыщенно, концентрированно тут занимаемся, этого хватает на то, чтобы какое-то время более, как бы, дисциплинированно, наверное, быть человеком. Вот. Ну и качество, наверное, меняется. То есть ты можешь, я же повторюсь, делать то же самое, но уже с другим качеством. Либо если дополняешь что-то новое, ну, соответственно, ты нарабатываешь какое-то качество, пока это совсем еще новенькое. Я так понимаю, что ты всех приглашаешь, и сразу на семинар, да? Те, кто думает, те, кто еще не решит. Не то, что я приглашаю, приезжают те, кто готов. Вот. Просто если есть сомнения, что я не знаю этих людей, как бы хотелось бы очень попасть, ну, наверное, убрать вот этот страх и, может быть, какую-то неуверенность, чтобы сделать этот шаг. И как бы если есть внутренняя готовность, то сразу как бы можно и на семинар приезжать. Не надо никаких подготовительных там моментов. Понятно, что если еле нацелительница, там, допустят к этому мероприятию. Это отдельный разговор. То есть на сайте написано, как попасть на семинар. Просто я имею в виду сделать даже шаг написать, попросить возможности попасть на семинар. То есть, ну, этого не надо бояться. Или там осторожничать, либо там придумывать, что вот я сначала там сделаю то, а потом на семинар. Либо я сначала сделаю, попаду на проект, а потом на семинар. То есть если есть желание сейчас, и вы понимаете, что вот он, семинар завтра начинается, ну, условно, завтра, через неделю, ну, как бы берите возможности и присоединяйтесь сразу на семинар. Благодарю. Спасибо. Продолжение следует...